Мирная конференция по регулированию военного конфликта России и Украины пройдет без участия Китая. Накануне стало известно о том, что Пекин отклонял приглашение участвовать в мирном саммите в Швейцарии. Ранний представитель МИД страны заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон. Стоит также отметить, что ранний президент Украины Владимир Зеленский предложил лидерам КНР и США продемонстрировать свои лидерские качества, чтобы добиться, цитата, «настоящего мира». Требования Китая – это немедленное прекращение огня и вступление в переговорный процесс. А как сказал бывший главный дипломат Китая Ван И, переговоры могут длиться бесконечно долго. В переговорном процессе Россия сохраняет свою целостность, сохраняет политический режим. Китай будет использовать Россию как раздражающий фактор или угрожающий фактор для коллективного Запада и для Соединенных Штатов Америки. Все-таки ядерный арсенал Российской Федерации – это довольно весомый аргумент. По мнению политических аналитиков, саммит мира направлен на то, чтобы подтвердить суверенность и неприкосновенность границ любого государства. Также они считают, что за вышеперечисленные условия, конечно, проголосует подавляющее большинство участников саммита. Особенно те страны, которые и ранее считались нейтральными. Напомним, что мирная конференция состоится 15-16 июня в Бергенштоке. Власти Швейцарии уже пригласили более 160 стран. Среди приглашенных члены G7, G20, BRICS, многие другие страны со всех континентов, а также ЕС, три международные организации ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Балифа Бахшиева, CBC.